Добрый вечер! Как всегда в это время объектив позиция в студии Юрия Борисовича. По моему и внешнему виду вы понимаете, что программа будет сегодня совсем обычной, наверное, клоунской. У нас сегодня в гостях психолог, руководитель общественной организации Харьковский фонд психологических исследований Татьяна Грида и больничный клоун Ирина Ткаченко. Собственно говоря, это вы организаторы проекта «Больничный клоун». Я позаимствовал у вас вот этот реквизит, эту чудесную шапку Наполеона, с которой вы заходите к деткам в палаты и сразу на лицах появляется улыбка. Я в этом просто не сомневаюсь. Давайте напомним, что проект «Больничные клоуны» в Харькове инициирован и реализуется общественной организацией Харьковский фонд психологических исследований в апреле 2013 года. Больничные клоуны посещают тяжелобольных детей в палатах Харьковских больниц, играют и веселят их, помогая выздоравливать. Татьяна, мы с вами виделись в этом году весной, наверное, и мы обещали, что будем поддерживать вашу инициативу. И вот снова встретились. Я так понимаю, за это время прошло много чего интересного. Судя даже по этому реквизиту, который у нас в студии, событий произошло немало. Давайте обо всем по порядку. Что произошло, как закончилось вот это лето? Здравствуйте всем. Очень приятно, что вы нас действительно поддерживаете. И действительно за это время, за это немало, то есть маленькое время произошло много. Я побывала на международной конференции в Вене больничных клоунов, где присутствовало 400 больничных клоунов из 50 стран мира. Это было непередаваемое впечатление. Мы познакомились практически со всеми ребятами из других стран. Во всем мире есть больничные клоуны. Это так приятно. Это было невероятно присутствовать в этой атмосфере. И, конечно же, мы решали не только профессиональные вопросы, но и организационные вопросы. Потому что мы сделали такое предложение, чтобы международная организация европейская больничных клоунов взяла кураторство над нашей украинской организацией. И они откликнулись. И в сентябре этого года приезжает с миссией организация Red Nose и проводит для нас бесплатно семинар по больничной клоунаде. Это то, о чем мы с вами говорили в прошлой программе. Да, да, да. Для городов Запорожье, Днепр и Харьков. Ну, это такие активные очень ребята, поэтому это здорово. Сколько из Украины было человек, больничных клоунов на этой конференции? Два. Вы и кто еще? Еще был Ян Рогала из Днепра. Это больничный клоун с 20-летним стажем. Мы не знали, что мы будем ехать вдвоем. Мы там встретились и, конечно, очень обрадовались друг другу, потому что реально это было важно, чтобы Украина была представлена на этой конференции. Кроме того, мы благодаря этой конференции смогли организовать обучающий тренинг Альбины Матуско, нашей соотечественницы, которая живет в Сан-Мартене. Это Карибские острова. Она ученица учителей больничной клоунады. Она смогла приехать к нам. Буквально на прошлых выходных мы делали такой тренинг, очень сильно продвинул наших больничных клоунов в плане образа, работы с образом. Это было чудесно видеть, как рождаются эти образы смешные, удивительные нашей команды. Ирина, как родился ваш образ больничного клоуна? Хочу вас подключить к нашей беседе. Расскажите ваш путь в этот проект. Ну, объяснить это невозможно. Это какое-то событие, которое происходит само по себе, и влиять на него невозможно. На самом деле, мой образ – это такая боевая старушенца. И зовут ее Дивановна. Вот это мой образ. Почему? Я не знаю. И старушенца, что же она заходит? Садится на диван, наверное, в палате? Ну, диванов там нет, к сожалению. Ну, вот все, что касается мебели, это мое царство, так сказать, мои подмечения. Когда вы узнали об этом проекте, и что вас побудило стать больничным клоуном? Да просто помощь детям, либо что-то большее? Узнала я из Фейсбука. Благодаря Татьяне я стала читать ее посты. И уже совсем забыла о том, что я заполнила анкету. Потом я посмотрела театральное представление Оскар Торожева Пани. И это было ключевым, каким-то переломным для меня моментом. И через несколько дней мне позвонили вот по той анкете, про которую я уже забыла. И это настолько вот все совпало, мое внутреннее ощущение и вот этот вот призыв к действию. И я пошла на тренинг, на семинар. После этого был какой-то период, я с этим совсем жила и пыталась это все переосмыслить. Это не было спонтанное решение, потому что это все очень серьезно. По крайней мере для меня. А потом были еще обучающие программы и только после этого был первый выход. Насколько сложно, вот как вы могли ощутить больничный клоун? Казалось бы, ничего сложного нет, но вы приходите в организацию и у вас один тренинг, второй даже по вашему разговору. Третий, не было ли желания оставить все и не дойти до конца, потому что вроде бы тяжело тратиться свое время, ресурсы? Я никогда не прыгала с парашюта, но по моим внутренним ощущениям это очень похоже. Потому что вот этот вот страх с одной стороны, с другой стороны желание и что-то такое неизведанное и преодоление себя. И ты переступаешь эту черту и заходишь в палату, и вот этот вот прыжок, а потом удовольствие. Вот ты сначала переосеял себя, преодолел, а потом летишь и получаешь удовольствие. Вот это то, что для меня. Это все непросто, вот вы сказали, казалось бы, это действительно очень кажется. На самом деле это большой труд, это серьезная подготовка, это очень ресурсное занятие, ресурсозатратное занятие. Ты там выплескиваешь очень много энергии, но потом ты вот как-то обновляешься или как. Ты получаешь настолько взамен много, и даже если у тебя не получилось рассмешить ребенка, это не твоя основная главная цель. Главная цель, ну по крайней мере, так как вот, ну, то, что нам рассказывали, так как я внутренне это ощущаю. Клоуны, они же не должны только смешить. И, наверное, в этом отличие от цирковых и больничных клоунов. Задача в том, чтобы раздвинуть стены больницы, показать, что мир существует и за пределами палаты. И вот еще один такой ключевой момент был для меня, это из конвенции ООН прав ребенка, о том, что ребенок имеет право на детство. И на игру. И на игру. И где бы он ни находился, это не его вина, что он там оказался. Он имеет право на детство, он имеет право на игру. У родителей нет на этого внутренних ресурсов, как правило. Они все сосредоточены на другом, на жизненно важном. А казалось бы, эта часть, она уже не такая важная. Даже если она и важная, им и кажется, у них все равно не получается на это найти силы. Но здесь есть мы. Да, это так. Татьяна, мы говорили о методиках, быть может, новых, которые вы уже узнали в этом семинаре в Вене. Чем поделились там? Может, вы шли одним путем после посещения семинара, вы поняли, что немножко не туда. Или наоборот, вы убедились в том, что ваш путь верен? Вы знаете, как ни странно, мы убедились, что наш путь верен. Потому что, правда, ребята очень помогли расширить вот этот арсенал методик, который мы используем. И мало того, мы даже имеем, оказывается, свою уникальность, потому что в нашей команде много психологов. И мы очень много уделяем внимания именно контакту родителя, ребенка, нашему контакту с ребенком. Так, чтобы этот контакт был экологичный, безопасный, чтобы он учитывал все особенности ребенка, в каком состоянии он находится. Он в страхе, или он в агрессии, или он готов радоваться настолько, что готов даже перевозбуждаться. Мы все это очень четко отслеживаем, по крайней мере, стараемся это отслеживать. Потому что мы работаем в таких непростых отделениях. Это и ортопедия в Ситенко, там, где ребенок часто обездвижен. Это и гематологическое отделение, там, где дети часто находятся под капельницами и так далее. То есть это очень-очень важно, чтобы мы следили за этим. Ну, потому что больничный клоун, это не просто человек, который пришел поиграть. Больничный клоун, он часть медицинского процесса выздоровления. С чего начинается ваш контакт с ребенком? Вот вы, Димановна старушенция, заходите в палату, и что она делает? Она стучит. Ну, чем из всего этого? Нет, я стучу в дверь и спрашиваю, можно? Это основное первое требование. Получить разрешение. И даже если ребенок говорит нет, это серьезное достижение для него, потому что в больнице он никому не может сказать нет. Он не может сказать маме нет, я не буду кушать. Он не может тем более сказать врачу нет, я это не хочу делать. У него нет повода сказать нет. А в этом случае он может. Да, но, конечно же, мы не оставляем с этим нет. Мы еще пробуем несколько раз для того, чтобы… Это даже может превратиться в такую игру, когда мы стучимся и говорим, можно, можно, можно мы придем, можно мы зайдем? Он говорит, нет. А можно мы вот теперь придем, зайдем, да? Нет. И мы видим уже, что ребенок включился в игру, и он говорит, нет, 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 нет. Но это уже контакт, это уже важно. Это уже то, что он может отреагировать свои чувства и восстановить свой контроль над ситуацией. Когда ребенок сказал «да», и уже эти стены больничные раздвинулись для вас, вы заходите, ваши действия? Опять же, они не сразу раздвинулись. Только все сложно, действительно, очень сложно. Да, да, когда мы заходим, определяем количество детей, кто чем занят, потому что дети бывают, кто-то под капельницей, кто-то спит, кто-то кричит «вау, ура, ура», и нужно это сразу учитывать, чтобы мы не мешали другим. То есть мы всегда, больничный клоун никогда не ходит один, это основное требование. То есть это ориентировка в пространстве? Да. Прежде всего, это происходит в течение нескольких секунд, вот мы смотрим, здорово. Да, потом оцениваем ситуацию, кто в каком состоянии, если это активный ребенок, и он может помешать, мы его тогда как-то локализуем или в коридор выводим, или начинаем с ним играть кто-то один. Вот, если это тихие игры, сразу нужно понять, кому что. Иногда даже ничего не нужно делать, иногда ребенок сам тебе рассказывает стихотворение, твое дело только слушать. Это его способ связаться с этим миром, вот девочка полностью в гипсе, и она говорит, говорит, я даже не все понимала, что она говорит, но я с таким вниманием и удовольствием слушала, вот это была ее игра. Да, и очень важно, что у нас, у клоунов, есть на самом деле какие-то маленькие заготовки. То есть перед тем, как мы выходим в больницу или заходим в палату, мы решаем, кто из нас будет белым или рыжим клоуном, какую задачу мы будем выполнять. То ли кто-то из нас, например, белый, рисует воображаемую картину, а рыжий ему помогает или наоборот мешает. То есть мы договариваемся о стратегии поведения, и все, конечно же, клоуны ориентируются в этом, потому что все знают эти техники, знают эти методики. И дальше уже мы начинаем усугублять, да, и смотрим на реакцию детей, как они реагируют, понимают они, не понимают, что-то проскальзывает, там улыбки, не улыбки и так далее. И, конечно же, обязательно мы корректируем, что сработало, что не сработало, но в то же время перед тем, как зайти в палату, мы часто практикуем такую вещь. Мы разговариваем с врачами о том, на каких детей стоит в большей степени обратить внимание, что происходит с детьми, в каком эмоциональном состоянии находится ребенок. И, слава богу, нам врачи сейчас очень хорошо помогают. Помогают и рассказывают, и прямо направляют нас, вот этот ребенок сегодня пережил такие процедуры, а вот этот ребенок после операции, а вот этот ребенок все время плачет, а вот этот ребенок боится врачей или уколов и так далее. И мы тогда используем специальные репризы для этого. Если ребенок боится уколов, то мы создаем такую ситуацию, где клоун друг другу начинает делать уколы, большие такие шприцы, и дальше ребенок включается в игру, и он уже сам начинает делать уколы. Это значит, что ребенок смог как бы отдать клоуну то, что он получил, какие-то негативные свои ощущения. Мы можем сделать какие-то общие репризы, которые включают, например, много детей. Например, такая реприза, как хор, когда белый клоун заходит и начинает раздавать роли всем в палате, и мамам, и папам, и надевают какой-то реквизит, мамы хрюшки, папы собачки. Хрюшки, это, наверное, вот это я так понимаю. Да, 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 и такие звуки издаются, и естественно, что для всех мы включаем всех в палате, и все начинают петь, издавать какие-то звуки, и это очень смешно, правда. Даже сейчас, вспоминая об этом, вы смеетесь, я так понимаю, смех это заразительно, но передается еще детям, родителям. Сколько человек сейчас в вашем проекте насчитывается? Вот, Ирина, когда вы пришли в этот проект? В этом году? Больше года назад. Больше года назад. В этом году кто-то присоединился к вам? Да, в этом году присоединились две прекрасных клоунессы, Коко и Вжик. Вот, ну, они начали немножко раньше, то есть год назад, но активно начали ходить в больницы в, по-моему, в феврале этого года. Татьяна, вы психолог, я понимаю, быть может это как-то связано еще с той ролью больничного клоуна, можно войти в этот образ. Ирина, чем вы занимаетесь? Математик, может физик? Нет, я филолог. Филолог, ну, тоже, правда, немножко ближе. Но, так понимаю, никогда не связаны были, скажем так, с этим искусством клоунады, и абсолютно далеки все, потому что филология все-таки немножко другое совершенно. Я не актер, я не психолог и не врач. Очень хочется рассказать еще одну вещь. Я вот сейчас, вы спрашивали про Вену, про конференцию. Самым важным для меня результатом конференции было то, что я узнала, в каких сферах работают больничные клоуны там. Больничные клоуны. Мы познакомились с израильскими больничными клоунами из Dream Clone, которые работают в операционных. Прямо в операционной, когда хирург делает операцию, и это операция без наркоза, то прямо в операционной присутствует больничный клоун. Это было удивительно, смотреть эти видео и слышать этих ребят. Мы видели какие-то тоже шаблоны, с которыми они работают. Второй очень важный для меня момент был то, что больничные клоуны разработали технологию работы, осмотра детей после насилия. То есть, мало того, что ребенок дает себя осмотреть врачу в результате работы с больничным клоуном, но и при этом нет ретравматизации, нет повторной травматизации при осмотре ребенка, при вот таких тяжелых нарушениях, возможно, и сексуальное насилие с проникновением или без проникновения. Мало того, после пяти сеансов такой работы вообще отсутствует динамика развития ПТСР, то есть травматизации ребенка. Это для меня было как чудо, понимаете? То есть, настолько серьезная больничная клоунада в этом плане, что такая форма работы. Это действительно подразделение такое, ну, медицинское, медицинское клоунады, да. Больничные клоуны работают в ситуациях, в чрезвычайных ситуациях. В Израиле даже двух больничных клоунов берут на работу в армию, потому что это показало очень серьезные результаты. То есть, они уже проводят взрослые клоунады, скажем так. Конечно, мало того, очень много было работы показано именно в геронтологических отделениях, то есть со стариками. Это просто благодатная почва для развития больничных клоунов. Насколько широкий диапазон у детей, в принципе, каждый возраст, по большому счету, когда ты находишься в палате, и ты тяжело болен, и тебе приходит человек, дарит позитивные эмоции, и это способствует выздоровлению и вообще укрепляет твой дух. Но сложно самим пробиваться как-то. Кто-то поддерживает вас? Да, у нас есть наш любимый спонсор. Это представитель этой компании, который нас спонсирует, и за что ему большой респект и благодарность. Он желает оставаться инкогнито. Ну, такой душевный человек, да. Но этих ресурсов все равно не хватает, потому что мы обслуживаем сейчас 4 больницы. Это хоспис, это 5-я неврология, это 16-я больница. Уже мы не только гематологическое отделение, но и остальные отделения, педиатрия. Мы работаем с детками, изъятыми из семей, которые находятся на передержке, и ортопедическое отделение Ситенко. Но у нас все равно уже не хватает ресурсов, вот этих денежных, для того, чтобы мы могли охватить большее количество больниц. Потому что мы хотим присутствовать. У нас есть уже и человеческие ресурсы для этого. Но, опять же, больничный клоун, ну, кроме того, вы видите, здесь богатый реквизит. У нас есть, нам нужны классные костюмы, которые соответствуют медицинским показаниям. Сейчас на экране появится телефончик, по которому можно обратиться к вам будет, я так понимаю. Если кто-то изъявит желание помочь, стать спонсором, потому что действительно это требует определенных ресурсов. Ну, а со стороны, может быть, Министерства здравоохранения, подразделений, департаментов? Ничего? Пока нет. Потому что если мы говорим уже об этом, как отрасли медицины определенной, здесь уже должна включаться наука, то есть, по большому счету, не просто спонсоры, частные лица, а государство. Конечно. И для этого у меня тоже есть уже продвижение. Потому что я участвовала в двух научных конференциях. Одна медицинская конференция, в которой мы презентовали работу Харьковской группы, это международная медицинская конференция при Одесском медицинском университете. И наш доклад имел такой фурор достаточно большой. А вторая конференция при философском факультете, тоже Одесского университета политехнического. Это со стороны изучения смеха и влияния процесса смеха на психику человека. Поэтому мы делаем такие шаги в продвижении этого. Кроме того, мы связались с доктором клоунских наук, который защитился в этом году в Израиле. Даже такие существуют. Слава Богу, уже есть настоящий доктор клоунских наук, кандидат в философии. И он нам презентовал свою книгу. Мы сейчас ее пытаемся перевести. Это учебник по больничной клоунаде. То есть у нас расширились просто границы. Весь мир... Как с такими расширенными границами будете завершать этот год? Последний вопрос. Планы на год уходящий. Да, планы. Мы будем участвовать в фестивале, который будет в Запорожье, смехофест. Мы планируем, мы пытаемся найти ресурсы для того, чтобы развивать нашу деятельность. И пытаемся писать гранты. Мы пытаемся найти новых спонсоров для того, чтобы действительно... У нас уже есть договоренности об обучающей программе международной. На это все нужны ресурсы. Поэтому, если кто-то хочет стать генеральным спонсором такого замечательного проекта, больничные клоуны, очень радостного проекта, очень благодатного, скажем так. То есть мы с удовольствием готовы принять эту помощь. Мы же, в свою очередь, отказываем вам информационную поддержку, помощь оказывать будем постоянно. Спасибо большое за участие в нашей программе. У нас в гостях был руководитель проекта больничный клоун, психолог Татьяна Грида, а также в больничный клоун, Ирина Ткаченко. До свидания, до скорых встреч. До свидания.